Летом 1846 года Николай Васильевич Гоголь прервал свое затянувшееся молчание статьей о Гомере. По Гоголю получалось примерно так. Не было ни письменности, ни законодателей, не было ни постановлений, ни даже предчувствий, пока не появился Гомер. Один только божественный старец все видел, слышал и предчувствовал, слепец, лишенный зрения и вооруженный внутренним оком, которого не имеют люди, писал Гоголь. Николай Васильевич, как человек творческий и впечатлительный, стал очередной жертвой мифа о Гомере. С вами литературный подкаст Армены Федор, и сегодня мы возьмемся за один из самых древних мифов о литературе в буквальном смысле этого слова – за миф о слепом Гомере. Человек куда более рациональный, критик Белинский, сегодня известный все больше по анекдоту производщика, комментируя статью Николая Васильевича, сказал «Эти парадоксы и претензии на пророчества – подарок для врагов Гоголя и печальная новость для его друзей». Так попробуем же сегодня быть немного Белинским и посмотреть в глаза Гомеру скучным и прагматичным взглядом. Начнем с того, что я сейчас предложу вам две модели рассуждения, а вы попробуйте догадаться, какая из них является более логичной. Итак, сторонники слепоты Гомера говорят так. Тезис первый. Мы не знаем наверняка, существовал ли Гомер. Тезис второй. Гомер был слепым поэтом. Те же, кто с ними спорят, возражают. Да, мы не знаем, существовал ли Гомер, но вы не правы, Гомер не был слепым. Г. Логика Гомера. Причем большинство гомероведов, судя по всему, не замечают парадокса гомеровской слепоты, которая распространяется на всех, кто о ней говорит. Этот парадокс заставляет нас задаться вопросом, а что мы вообще знаем о Гомере и его поэмах? Откуда у нас это знание? С чего мы взяли, что Гомер был слепым? Итак, давайте разберемся. Во-первых, мы действительно почти ничего не знаем о Гомере наверняка. Наши сведения о нем крайне ограничены, противоречивы и недостоверны. Еще в древности интеллектуалы поставили так называемый гомеровский вопрос, является ли персонально Гомер автором Илиады и Одиссеи, либо же это просто имя собирательное для многих поэтов, которые создавали устный народный древнегреческий эпос на протяжении поколений. На сегодняшний день существует море научной литературы в пользу обеих точек зрения, однако окончательно доказать свою правоту пока никому не удалось и вряд ли удастся, если мы не изобретем машину времени. Чтобы осознать масштаб этой древнегреческой трагедии, можете заглянуть, например, в четвертый раздел первой части увлекательной 400-страничной работы Лосева «Гомер». Там Лосев сначала утверждает, что у Илиады и Одиссеи не могло быть нескольких авторов. Затем доказывает, что теория одного единственного автора также несостоятельна. И, наконец, приходит к выводу, что коллективный автор не просто не исключает индивидуального, а даже предполагает его. В общем, этой информации вам должно быть достаточно для понимания того, что в разговоре о Гомере с уверенностью утверждать мы можем чуть больше, чем ничего. Основной более-менее надежный источник гомеровской эпохи, который у нас есть, это тексты самих поэм. Именно по текстам, их построению, особенностям языка и, конечно, содержанию, делается большинство предположений о Гомере. В текстах и кроется ключ к мифу о его слепоте. Впервые такой вывод был сделан еще до нашей эры при анализе текста Одиссеи. Один из второстепенных героев поэмы – странствующий слепой поэт Демодок. В какой-то момент античные философы заключили – автор поэт, и его герой Демодок тоже поэт. Демодок слепой, значит и автор был слеп. К сожалению, это полный список доказательств гомеровской слепоты, которые у нас есть. Появление слепого поэта в эпизодической роли в Одиссеи. При этом в той же Одиссеи, в другом фрагменте, появляется еще один поэт – Фемей вполне себе зрячий. Но Фемей как бы не в счет. Хорошо, но, возможно, у древних существовала некая устная традиция, которая из глубины веков приписывала Гомеру слепоту. Однако и это не так. Локально такой миф мог существовать когда и где угодно. Отдельные комментаторы могли высказывать подобные предположения, но Гомер точно не считался слепым в восприятии всех своих потомков. До определенного момента в истории мы не находим упоминаний о его слепоте. Аристотель в своей поэтике 23 раза упоминает Гомера, ни разу не ссылаясь на его слепоту. Платон в государстве проходится по Гомеру буквально катком, выставляя его ужасным учителем для молодежи, с которым никак не построишь приличные тоталитарные диктатуры. Платон упоминает Гомера около сотни раз, ругает его на чем свет, но ни разу не говорит о том, что Гомер был слеп. Платон и Аристотель – это IV век до н.э. К этому же периоду относятся археологические находки самых первых изображений Гомера, дошедших до нас. На монетах и бюстах того времени мы видим Гомера вполне зрячим человеком. Миф о слепом Гомере был придуман и стал мейнстримом позже, благодаря стараниям философов из Александрии в конце IV и на протяжении III веков до н.э., что убедительно показывает профессор Александр Портнов, изучавший вопрос гомеровской слепоты. В Александрии Гомер был обожествлен. Ему был установлен храм, и он стал фигурой мифологической. Появился миф о Гомере. Но идол из него получался какой-то скучный, а его старые портреты были безинтересны, да ведь и в них не было исторической правды, никто из скульпторов не ваял Гомера с живого образца. Так что александрийцы решили предложить миру своего Гомера. С пустыми запавшими глазницами и в повязке на голове, которая так похожа на купальную шапочку. Портрет куда более героический. Это позволяло философам подчеркнуть превосходство зрячести слепоты избранных над слепотой зрячести массы. Ровно то, о чем напишет 2000 лет спустя Гоголь. Портрет этот был растиражирован в античности до такой степени, что до нас дошли десятки его копий. А значит, в те времена только слепой не видел бюста слепого Гомера. Здесь вы можете спросить, хорошо, а есть ли какие-то аргументы в пользу зрячести Гомера? Во-первых, как мне кажется, приводить аргументы в пользу зрячести человека, о котором мы не знаем, существовал ли он вообще, не более логично, чем доказывать его слепоту. Во-вторых, они есть. По разным оценкам зрячий человек воспринимает с помощью зрения от 75 до 90% всей получаемой информации. Тот же профессор Портнов посчитал количество ассоциаций в Илиаде и Одиссея – зрительных, звуковых, осязательных и обонятельных. Расчет был на то, что если Гомер слеп, то зрительные ассоциации в его поэмах будут подавлены, а на первый план выйдут звук, обоняние и осязание. Но нет, в результате анализа получилось, что 85% информации Гомер передает на основе зрительного восприятия всего 10% слухового, и еще 5% приходится на осязание и обоняние. Так что миф о слепоте Гомера, по всей видимости, это просто игры разума александрийских интеллектуалов. А вот всю сложность установления какой-либо окончательной правды о Гомере прекрасно раскрывает старый филологический анекдот, обдумывать который я вас и оставляю. Исследование новых античных надписей позволило ученым предположить, что Илиаду и Одиссею написал не Гомер, но другой древний грек, возможно, бывший слепым и, возможно, звавшийся Гомером. С вами был Армен Захарян. До следующей встречи. Субтитры сделал DimaTorzok